В Грузии тоже люди живут. Понятно, что мы с ними как-то можем разговаривать, но разговаривать надо после того, когда они свое отношение к Абхазии изменят и скажут, что в 92-м году это было ошибочное решение, когда они ввели свои войска на территорию Абхазии. Мы на территорию Грузии не входили. Это они сюда пришли, они натворили здесь ужасы. Война была не нужна никому, но так случилось, что это произошло. Сегодня, пока они не изменили своего мнения, я, например, такого не слышал. Они не изменили отношение к Абхазии, не изменили отношение к Абхазскому народу. Они называют нас оккупированной территорией, они называют нас чуть ли не сепаратистами, кем хотите. Хотя мы находимся на своей земле, и они об этом прекрасно знают. А после того, когда они признаются во всем содеянном, тогда уже можно будет говорить о каких-то разговорах с ними. А то, что происходит сегодня, вообще люди, которые самовольно не интересуются мнением народа, пытаются решить эти вопросы. Народ не знает, например, кто делегирован поехать в Грузию, с какими, так сказать, полномочиями, кто их уполномочил. Народ должен знать, зачем они туда поехали. Мы узнаем только из интернета. И то в интернете разная, так сказать, разноречивая информация. Но если вы придете, нам скажете, мы туда поехали, мы такое великое, благое дело сделаем, не знаю, может, эти люди тоже как-то скажут, да, нам тоже это интересно. Но я на сегодня стоящих здесь не вижу, что это очень кому-то нравится. Говоря в общем, я против концепции внешней политики со стороны Абхазии к Грузии. Для меня непонятно, почему мы в попыхах спотыкаясь об могилы наших старших, которые сложили голову, идем туда и являемся инициаторами этих переговоров, когда сама Грузия нас вообще никак не признает. Для них мы даже не автономия. Они в мировом сообществе везде заявляют, что мы часть их территории. Сам факт переговоров с Грузией и торговых отношений понижает статус государственности Республики Абхазии. Это мое личное мнение. Для меня также возмутительно, когда секретарство безопасности говорит о том, что Грузия для него не враг, пора уже как бы с ними налаживать отношения и так далее. То же самое сам президент в своем интервью где-то говорил, что он не требует от Грузии признания, он хочет подписать договор с ними, о неприменении силы. Президент страны – это первое лицо, который обязан требовать от Грузии самого признания независимости Абхазии. Ингургес – это отдельная тема. Все остальные торговые и экономические отношения с Грузией, по нашему мнению, никаких возобновлений не может деть до решения политического вопроса. Статуса независимости Абхазии со стороны Грузии. Пока Грузия нас не признала, никакие торговые и экономические отношения, я думаю, здесь нет ни одного Абхаза от власти, от оппозиции, кто с этим не согласен. Служба государственной безопасности. Если ветеран обсуждает то, что тут будут называть парк в честь нашего врага. Три года прошло, где была служба государственной? Слушай, это видео в интернете появилось вчера. Я там увидел, три-четыре года. Мы его вчера увидели. А ты вчера увидел, я за это спрашиваю. Служба государственной безопасности. Ну молодцы, сегодня они, наверное, выложили, да? Это видео, вы правы, это видео они, наверное, выложили. Айди спроси у них. СГБ, наверное, выложило, да, сего вчера это видео? Ора, я понимаю, кто выложил, зачем выложил, тоже понимаю. Где была служба государственной безопасности? Правильно сказано, правильно, это правильно. Хватит уже. Что я не слышу? Кому к ним? Кому, если не к этому добавить? Слушай, я что... Сегодня вы узнали об этом, судей. Я что хочу, я что-то обработал, что-то? А я знаю, что этому видео тридцепили. Слушай, эти... А что если вы знали, что четыре года видео молчали? А ты провокацию сюда пришел делать? Ну да. Специально? Спасибо. 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 Продолжение следует...